Привет, ты на канале о бизнесе. Сегодня мы послушаем историю предпринимателя, которому пришлось пройти через очень сложные испытания. Жизнь может подбрасывать палки в колеса, да так, что ты этого не ожидаешь. Но выживают те, кто справляется с трудностями и постоянно идет вперед. Не все хорошо складывалось у нашего сегодняшнего героя, но ты можешь вдохновиться тем, как он боролся за свой успех. Достиг ли он успеха, и через что ему пришлось пройти до открытия магазина парфюмерии? Давай послушаем. Если интересно, тогда смотри видео до конца. И не забывай подписываться на канал и ставить лайк, если видео тебе понравится. Кстати, в Телеграме ты можешь узнать, сколько денег приносит Ютуб-канал, увидеть примеры инвестирования и первым узнавать об интересных бизнес-идеях. Ссылка в описании, загляни. А теперь давай перейдем к прибыльным бизнес-проектам. Это история, которая может произойти с каждым. Наш герой не из богатой семьи, он был простым рабочим в магазине электроники и продавал товар, который приносил прибыль другому человеку. Это история, которая говорит нам одну простую истину. Ничего в этой жизни просто не дается. Если у тебя нет огромного капитала на старте, влиятельных родителей или знакомых, то придется все делать абсолютно самому. Не все добиваются успеха и финансовой независимости, но можно говорить точно о том, что успеха добиваются только те, кто пытается к нему дойти. Как все начиналось? Моя история начинается не так безоблачно и перспективно, как у других предпринимателей. Кто-то работал в хороших условиях, откладывал деньги и тщательно обдумывал то, как ему построить бизнес, в какую сферу податься. У меня все начиналось очень плохо. Это был 2008 год, наступил кризис, все его ощутили на себе. В то время я работал в магазине электроники, начинал с простого продавца-консультанта, а потом дослужился до старшего менеджера. Руководство именно с меня требовало продаж, которые очень сильно просели из-за кризиса. У людей просто не было денег для того, чтобы приобретать ноутбуки, телефоны и прочую электронику, а виновным во всем этом был только я. В результате мои нервы не выдержали, все это пришлось бросить и попросту уволиться. Увольнялся я со скандалом, меня обвинили в каких-то растратах, навесили на меня огромные долги и уволили по статье. Забегая наперед, в суде я доказал свою невиновность, поэтому ничего не возвращал этому предпринимателю, но осадок остался и по сей день. После увольнения я пришел домой, начал думать о том, что делать дальше. Ни о каком бизнесе речи даже не шло, нужно было срочно искать работу и кормить семью. Но из-за кризиса найти работу было невозможно. Я уже три месяца сидел на потачке родных, все помогали, но ощущение было очень плохое и неприятное. После трех месяцев безработицы стало все еще хуже. У меня обнаружили легочные заболевания и отправили в больницу. Заведение было универсальным, там лечились все, от алкоголиков и наркоманов до психически больных. В результате я шесть месяцев находился в больнице, выработал в себе апатию, желание чем-то заниматься не было вообще никакого. Но как только время близилось к выписке, я начал злиться на самого себя. Начал корить себя за то, что в такое сложное время для всей своей семьи просто сижу дома и ничего не делаю. Поэтому я твердо решил, что надо заняться своим делом, не зависеть от кого-то и вернуть своим родным все то, что они мне дали за эти месяцы кризиса. Как я нашел идею для бизнеса? Не могу сказать о том, что идея ко мне пришла во сне или я ее увидел на звездном небе. Нет, все было довольно банально. После выписки и возвращения домой я начал думать о том, чем бы мог заняться. Так как я долго работал в торговле и во всем этом разбирался, то выбор сразу пал именно на торговый бизнес. Оставалось только определиться с тем, что продавать. Дело было перед Новым годом, именно в этот момент все начинали думать о подарках. Кризис внес свои коррективы, и люди не шибко-то бегали по магазинам, но все же было много тех, кто искал подарки родным, близким и друзьям. Так у меня родилась в голове мысль о том, чтобы продавать парфюмерию. Возможно, в дальнейшем я ее продавать и не буду, но перед Новым годом точно в минус не уйду. Был у меня один знакомый на оптовой базе, где продавали парфюмерию крупным сетям. Он смог договориться за меня и прислал прайс с оптовыми ценами. От этого я уже и отталкивался. Пошел в торговый центр, нашел себе место для работы, договорился об аренде. Жена об этом ничего не знала, а денег у меня не было, не было совсем. Но я уже обо всем договаривался, начиная с поставок и заканчивая арендой помещения. Где брать деньги? Каких-то отложений у меня не было, а банки безработному человеку, которого уволили по статье с долгами, не дали бы денег это уж точно никогда. По моим подсчетам, мне нужно было для старта около 60 тысяч. Это аренда за два месяца и обустройство помещения. Товар мне давали под реализацию. Продавая парфюмерию, я брал себе только свою наценку, остальные деньги отдавал оптовому поставщику. Чтобы найти эти деньги, я обратился к брокерам. Те за один день нашли мне финансовую организацию, которая предоставила мне нужный кредит. Условия там были, мягко говоря, не самыми лучшими, но деваться было некуда. Я открыл ЭП, оплатил аренду и пришел домой, сообщив об этом жене. Изначально были крики и недовольство, но потом в глазах появилась перспектива, и я услышал слова поддержки. Заряженной этой энергией, я начал идти к своему успеху. Не сказал бы, что мне из-за этого всего было страшно, ведь деваться было некуда, жизнь и так складывалась не самым лучшим образом. Поэтому я смотрел на это не как на проблему, а как на возможность выбраться из своей ямы. Открытие магазина и дальнейшее развитие. Уже спустя первую неделю, как я решился на организацию бизнеса, у меня был магазин с товаром. Парфюмерия была на полках из дерева, оформление было простеньким, но цены у меня были оптимальными. Покупатели перед новым годом заходили и скупали парфюмерию довольно хорошо. Я даже удивился тому, с какими темпами расходится вся эта продукция. Уже в декабре месяце мне удалось вернуть долг финансовой организации со всеми процентами, а это было около 100 тысяч рублей. Далее я работал уже сам на себя. В первый месяц я существенно изменил свой подход к бизнесу. Все свободные деньги я вкладывал именно в этот магазин. Поменял оформление, магазин сделал более стильным и, можно сказать, даже немного элитным. Несмотря на то, что я продавал тот же товар, что был на старте, цена у него стала немного выше. А покупатели не возмущались, платили и улыбались. В результате мне удалось преодолеть кризис. В 2011-м все миновало окончательно. Люди начали тратить деньги, торги шли очень хорошо, и уже в конце 2011-го года я открыл еще два магазина в своем городе. Это уже можно было назвать небольшой сетью. У меня уже работало 6 человек, я мог себе позволить автомобиль и отдых за границей. Ближе к 2015-му я открыл еще 6 магазинов в регионах. Арендовал небольшие помещения в городах и открывал там магазины парфюмерии. Все это приносило прибыль. Все это делало меня успешным человеком. Сейчас, оборачиваясь назад, я понимаю, что все могло быть совсем иначе. Я мог бы и по нынешний день работать в магазине электроники, зарабатывать деньги для другого человека. И я ни дня не пожалел о том, что начал этот бизнес. Ведь сегодня моя семья может назвать себя состоятельной. Мы можем себе позволить намного больше тех родных, которые изначально вытаскивали нас из кризиса. Это еще раз доказывает тот факт, что не стоит бояться трудностей и отступать при первой же проблеме. Если ты хочешь стать успешным бизнесменом и зарабатывать огромные деньги, то следует сразу готовить себя к тому, что будет сложно. Проблемы могут либо закалять человека и двигать его вперед к улучшениям, либо вырабатывать апатию и нежелание вообще чем-либо заниматься. Сдавшись в жизни один раз, можно потерять свой единственный шанс на финансовую независимость и успех. Любая идея может стать успешной. Все зависит от того, как ты ее будешь реализовывать. А на этом все. Смотри другие полезные видео на канале, а также подписывайся и ставь лайк. Спасибо за внимание и удачи тебе в бизнес-начинаниях!